В филармонии стартовала шестая Воронежская камерата. В этом году четырехдневный музыкальный форум посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора, дирижера-пианиста Сергея Рахманинова. Теперь фестиваль, ориентированный на молодежную аудиторию, стал международным и вышел за рамки камерной музыки, обретя еще и образовательную программу. Первым событием камераты стало открытие стендовой выставки в фойе филармонии под названием «Рахманинов. Известный и неизвестный». Материалы для экспозиции предоставил Российский национальный музей музыки. Здесь собраны уникальные архивные свидетельства, документы, фотографии, рукописи, письма, вырезки из газет, автографы и нотные черновики, отражающие многогранную и противоречивую личность маэстро. Многие из них публикуются впервые. Отдельный стенд посвящен пребыванию выдающегося музыканта в Слободе Красненькой Новохоперского уезда, где Рахманинов прожил несколько лет и сочинил ряд произведений. В том числе работал над своим знаменитым вторым концертом. Однако это не единственный визит гения на Воронежскую землю. Состоялся единственный концерт, в доме которого сейчас нет, оно разрушено во время Великой Отечественной войны. Это дом дворянского собрания, который располагался на пересечении улиц Энгельса и Чайковского. Нам удалось выяснить, что этот концерт состоялся 13 ноября. И вот получается так, что шестая Воронежская камерата проходит практически в дни пребывания Рахманинова в Воронеже. И закрытие нашего фестиваля состоится как раз 13 ноября. Но лишь с разницей в 110 лет. Большая также есть образовательная программа. Здесь у нас коллаборация двух учреждений и Воронежской филармонии, и Центра креативных индустрий. Если говорить про Центра креативных индустрий, то там будет своя выставка. И она будет виртуальная. Ее тоже нужно обязательно посмотреть, как молодое поколение сейчас воспринимает Сергея Рахмальна. Будет ряд известных деятелей культуры. Они приедут к нам из Ростова, из Санкт-Петербурга. Мы взяли разные абсолютно направления. И юг, и север. Будет Москва. Ну а музыкальную часть фестиваля открыл сольный концерт народного артиста России луриата международных конкурсов пианиста-виртуоза Николая Луганского. Одного из лучших в мире интерпретаторов музыки Рахманинова. Для воронежской публики он сыграл редко исполняемые сочинения гения. Восемь этюдов и два крупномасштабных и технически сложных произведения. Вариации на тему Шопена. Это своеобразный диалог с польским композитором. А также сонату номер один, в которую Рахманин вложил философские размышления о Фаусте Гете. Воронежцам несказанно повезло, так как это практически премьера уникальной программы, которую слышали лишь в Париже. После столицы Черноземья Николай Луганский сыграет ее в Москве, а через несколько дней в Лондоне. Такой мощью обладал только Рахманинов. Поэтому в чем-то это замечательно, в том смысле, что какой бы ни было сложность чинения, но его писал пианист, знающий, что такое рояль лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому, если вы все-таки смогли это выучить, это большое удовольствие играть в фортепианные сочинения самого великого фортепианного композитора. С другой стороны, конечно же, есть как бы все время некий верест, на который ты смотришь и понимаешь, что ты можешь к нему стремиться, где-то очень близко карабкаться, но все равно так. Таким, как Рахманинов, ты не можешь быть. Для меня Николай Луганский один из музыкальных авторитетов среди пианистов. Я неоднократно его слышала, и, конечно, это настолько точно, настолько красиво, настолько классично. Я думаю, что Рахманинов передает глубину русской души. Когда у него звучит кантилен в его симфонических произведениях, я слышу и вижу простор русских полей, удивительные колхань и рощ. Я видела в Ивановке Красную аллею, по которой он ходил, когда сочинял свои знаменитые произведения. Для меня это, конечно, олицетворение русской души. Рахманинов.